Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня пятый игровой день в Лиге Наций и сегодня состоялись 8 игр, среди них Португалия, Италия и Швеция, Турция. Начинаем! Думаю, что вы положительно оцените этот выпуск и начинаем с дивизиона D. В первой группе встретились Андорра и Казахстан. В последнем обновлении рейтинга сборных эти две страны находятся за пределами первой сотни. Казахстан 116, Андорра 130 и они между собой уже прежде встречались 10 лет назад. 3-1 и 3-0 было в пользу казахов. На этот раз 1-1. Лагвиненко забил за Казахстан, а его команда уже вторую игру на этом турнире не может выиграть. У Андорры за всю игру был всего лишь один удар по воротам и они забили. Для них это уже четвертая ничья в подряд, а Казахстан доигрывал в меньшинстве. Итак, эта группа отыграла все свои сентябрьские игры и в октябре тут увидим ближайшие матчи 13-го числа. Грузии и Андорры и Латвии и Казахстана. В таблице у Грузии 6 очков, у Андорры 2, у Латвии и Казахстана по одному. Быть может вы захотите узнать про другие результаты Лиги Наций за другие дни? Для этого перейдите в плейлист, который появится сейчас вверху экрана. А в третьей группе состоялись два матча. Косово принимала Фареры. Обе команды в первых играх Лиги Наций добились положительных результатов. Косово имело перед этой игрой 5 игр без поражений в подряд. И в игре с Фарерами они были лучшими, но мяч долго ворота не шел. Только после перерыва удалось забить сразу два мяча в течение пяти минут. Дожали Фареры. Косово празднует победу. Фареры целых три матча до этого не проигрывали. Мальта сыграла с Азербайджаном. Азербайджан проводит второй матч в Лиге Наций, где превосходит уже второго соперника по игре, по ударам и так далее. Но не выигрывает. 1-1. У Мальты скверные дела. 12 матчей они не знают побед. То есть уже больше года не выигрывают. 11 октября сыграет эта группа в следующий раз. Тут пройдут такие игры. Фареры Азербайджан и Косово Мальта. Таблица. У Косово 4 пункта, у Фарер 3, у Азербайджана 2 и у Мальты 1. Перемещаемся в следующий дивизион или Лигу Си. Тут тоже прошли матчи сразу в двух группах. В первой Шотландии сыграла свой первый матч на турнире с Албанией, которая уже успела выиграть у Израиля. В Глазго прошел матч. Шотландцы абсолютные чемпионы в этой игре. Просто лучшая из двух команд. Они забили в первом тайме, но гол отменили из-за офсайда. Но сразу после перерыва правда восторжествовала. Нейсмит забил и мяч его засчитали. Он же оформил в матче дубль. Шотландия прерывает свою неприятную серию из трех поражений подряд. 11 октября следующая игра. Израиль встретится с Шотландией. В октябре тоже будет почти вся неделя, посвященная Лиге Наций. Если вам нравится следить за играми сборных, поставьте лайк. Ну а в таблице такая ситуация. У шотландцев и албанцев по три и у Израиля ноль. Смотрим группу 4. Здесь прошел полноценный второй тур. Сыграли все четыре сборные. Итак, Сербия-Румыния. Сербия в первой игре минимально обыграла Литву. А вот во второй дважды выходила вперед с румынами, но сыграла в итоге 2-2. Отмечу у Сербии два мяча Александра Митровича из Фулхэма, который забил пять мячей в пяти играх, в которые принимал участие. У румын Николай Станчу из пражской спарты забил и гол и отдал голевой пас. Румыния шесть матчей не проигрывает к ряду. Российская бригада арбитров работала на этой игре. В последнем матче между Сербией и Румынией, который прошел в 2009 году, был зафиксирован разгром 5-0 в пользу сербов. Но про еще один разгром сегодня еще пойдет речь. Черногория еще в первом тайме сняла все вопросы о победителе. Они выиграли 2-0 у Литвы. И по игре у них тоже был большой перевес. Отмечу Стефана Савича из Атлетика. И его гол, конечно же. Черногорцы все матчи до этого не могли выиграть. Теперь их черная полоса завершена. Ну, по крайней мере, до октября. Ведь 11 октября тут следующий тур. Литва-Румыния и Черногория-Сербия. Таблица. Сербия и Черногория набирают по 4 очка. У Румынии 2 и у Литвы 0. Дивизион Пи выдал игру Швеции-Турции. Это группа 2. Тут также играет и сборная России, которая сегодня сыграла и разгромила Чехию 5-1 в товарищеской игре. Алексей Ионов из Ростова забил 2 мяча. Итак, Швеция сыграла с Турцией. В Стокгольме прошла игра, но по ощущению в Турции. Большая турецкая диаспора пришла на игру. Половина стадиона была в красном. Швеция проиграла две свои последние игры по 2-0. Один из них Англии на чемпионате мира. На этот раз они сами забили 2 мяча, но в невероятной развязке пропустили дважды за 4 минуты до конца игры и проиграли 2-3. Герой игры Акбада из Галатасарая. Но Швеция выглядела достойно. Отмечу у этой команды хорошую реализацию моментов. Если они и идут вперед, то обязательно атака завершается ударом. В холостую шведы не бегают. Отмечу у Швеции мяч Виктора Классена из Краснодара. Турция выиграет у Швеции уже третий очный матч к ряду. Ровно через месяц следующая игра в этой группе. 11 октября Россия-Швеция в 21.45. И шведы будут в этой игре как раненый зверь. Таблица этой тяжелой группы. У России 3 очка. Турция в прямом смысле выползает на второе место. У них тоже 3 очка, но худшая разница мячей. И у Швеции 0. И дивизион A совместно с третьей группой представили игру между португальцами и итальянцами. Последняя встреча трехлетней давности закончилась 1-0 в пользу Португалии. В последнее время обе сборные часто играют в ничью. У Португалии из 8 игр 5 ничьих. А у Италии из 10 последних игр тоже 5 ничьих. Роналду в этом матче участия не принимал. А за португальцев забил Андреа Силва, который сейчас в Севилии. Опять фиксируем 1-0. Эта игра стала сотой для португальца Пепе. Ну а если вы смотрели эту игру, то видели огромный баннер на трибуне в честь футболиста. В последнем рейтинге FIFA Португалия занимала 7-е место, а Италия 21-е. 11 октября сыграет Польша с Португалией. Таблица этой тяжелой группы. У Португалии 3, у Польши и Италии по одному. Расписание Лиги Наций на 11 сентября. Завтра в мире пройдет тоже и много товарищеских игр. Вот в Европе, в частности, Польша сыграет с Ирландией. Северная Ирландия – Израиль и Англия – Швейцария. Ну а нас интересует Лига Наций. Итак, дивизион A – Исландия, Бельгия и Испания, Хорватия. Дивизион B – Босния, Игерсагалина, Австрия. Дивизион C – Венгрия, Греция и Финляндия, Эстония. И дивизион D – Сан-Марина, Люксембург и Молдова, Беларусь. Все матчи, как и сегодня, в одно время в 21-45 по Москве. Уже совсем скоро старт Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Рекомендую узнать места команд в клубном рейтинге UEFA, если вы его еще не смотрели. Если данная информация показалась вам полезной, поставьте лайк. Итоги всех групп подведем уже в завтрашнем выпуске, в последний игровой день. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok